Ситуация с ликвидацией депо номер два обрастает все новыми и новыми слухами. На третьем по счету заседания рабочей группы один из наиболее активных ее членов ошарашил присутствующих новостью о том, что по его сведениям никто из рабочих механического цека второго депо не получал уведомления о переводе. А следовательно, все они будут сокращены. Людей, имеющих непосредственное отношение к предприятию, это заявление возмутило. Какое отношение этот человек имеет к нашему предприятию? Ни правком, ни директор об этом не знает. Мы всех предупредили за два месяца в письменном виде. Вот ему там где-то кто-то за углом, бабушка какая-то сказала, а он значит дает эту информацию. Ну так же нельзя, товарищи дорогие, люди в этой комиссии должны быть ответственные. Нету такой информации, мы всех предупредили под роспись. Вообще велика вероятность того, что вскоре не только депо номер два, но и весь электрический транспорт в Иванове будет ликвидирован. Несмотря на все заверения властей. Уж больно затратно это для бюджета. Затраты городского бюджета это 230 миллионов рублей, областной дотации 70 миллионов. То есть в общей сложности мы датируем предприятие на 300 миллионов рублей. Расходы предприятия и так сокращены до нельзя, но наполняемость троллейбусов всего 30%. Тогда как в среднем по стране этот показатель в два раза выше. И даже бесплатный Wi-Fi погоды не делает. Предприятие убыточно. Быстро решить эту проблему невозможно. Сейчас если предприятием не заниматься, ну то есть какие-то пути выхода из ситуации не искать, то предприятие в скором времени придет к банкротству. Никто этого не хочет и никто этого не допустит. Ни администрация, ни дума. Поэтому я бы хотел сейчас воздержаться от каких-либо голословных заявлений и действительно и коллег своих попросить в данном случае подходить более конструктивно к решению этой проблемы. Сам собой возникает вопрос, если троллейбус так нужен горожанам, то почему так мала наполняемость? Решение именно этой проблемы и пытаются найти члены рабочей группы. Но пока ощутимых результатов нет. Если расходы на содержание мупа так и будут расти, городу наверняка будет проще избавиться от этого балласта. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.